МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день встречаем вместе! Это программа Утренний Фрэш. Я, Павел Михно, расскажу о некоторых культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными событиями и фактами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла. Ветер северо-западного направления скоростью до 6 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Гомеле откроется выставка «Два мира, две страны». Автор Станислав Янчарский. Фотографии, которые в этот раз увидят гомельчане, сделаны во время путешествий в Иран-Инмьянму в 2019 году. Автор выставки много путешествует по нашей планете. Побывал в 48 странах мира. Причем многие из этих поездок организованы в фототуры. Их результаты фотограф представляет на выставках в Беларуси и за ее пределами, участием в фотоконкурсах и в издаваемых книгах. Для автора важна реальная история о людях и событиях, которые он рассказывает через объектив своего фотоаппарата. Не пропустите! Для гомельчан доступна выставка коллекционера из Гомеля Жанны Малышенко. Ретро-проект «Олимпиада-80. Взгляд через 40 лет». Представлен в картинной галерее Гаврила Вашенко. Он возвращает в Москву 1980 года, окунает в атмосферу летних Олимпийских игр. На выставке самые разные вещи, хранящие отображение того знаменательного события. Среди них календари и открытки, игрушки, сувениры, одежда и аксессуары. Окунуться в 80-е поможет и импровизированный уголок советской квартиры. В нем можно присесть в старое кресло, полистать журналы за 80-й год. А дети смогут поиграть в настольные спортивные игры СССР, попрощаться с олимпийским нишей, который готовится к полету на воздушных шарах. В предстоящую субботу, 18 июля, в областном центре состоится фестиваль красок «Колорфест». Красочное мероприятие пройдет в парке «Фестивальный». Всем тем, кто желает в этот день сделать свою жизнь чуточку ярче, обещают жаркие танцы под любимые всеми хиты. Самые разные интерактивы и залпы разноцветных красок. Поддерживать настроение гостям праздника будут диджеи и ведущие. Начало в 18.00, вход свободный. Полезных правил «Мудрое собрание». Конкурс под таким названием проводит городской центр культуры Жлобина. Районное мероприятие определит лучших чтецов басен. Участникам понадобится подготовить чтение наизусть басни или театрализованную миниатюру. Также можно использовать слайды, видеоролики, музыкальный инструментальный фон. Подать заявки можно до 24 июля. Принимайте участие в конкурсе и побеждайте. В Догружском, Гоменском и Брагинском районах действуют ограничения на посещение лесов. Такая мера вводится в случае высокого класса пожарной опасности и снимается при стабилизации обстановки. Цель таких ограничений – обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества и, конечно, лесного фонда. Узнавать информацию о том, в каких именно районах временно запрещено посещать леса, можно из интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства. Сегодня в областном центре пройдет электронная ярмарка вакансий. Вакансий предложит станка «Гомель», «Гомельский завод станочных узлов», «Химзавод», «Областной клинический кожно-венерологический диспансер» и предприятие «Горэлектротранспорт». Электронная ярмарка вакансий будет проходить с 10 до 12 часов на единой информационной площадке «Евакансий.by». Сериал «Оса. Особая следственная аналитика» – это остросюжетный сериал от создателей знаменитого следа. Он рассказывает еще об одной специальной группе, которая расследует необычное преступление. Эксперты «Осы» берутся за дело, когда кажется, что преступники не оставили за собой и следа, а традиционные следственные методы только тянут время. «Оса» создана именно для таких случаев. В каждой серии эксперты распытывают преступления, показывая зрителям всю цепочку своих действий. Включайте наш телеканал «18.25». В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 19.30. По вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность. Приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Далее традиционно о других интересных событиях и фактах. Власти нидерландского Роттердама хотят установить в городе новый мост длиной 6,5 метров. Но мост этот будет не совсем обычный. Его напечатывают на 3D-принтере из отходов. Поставить его планируется в одном из парков к концу этого года. Этот мост появится на месте деревянного, установленного в 1975 году. Ожидается, что он прослужит до 2100 года. Объект оснастят специальными датчиками для сбора и передачи данных о его состоянии. А когда мост отслужит свое, все его материалы можно будет переработать и снова использовать. В этом домике жителя Турции есть почти все. Двуспальная кровать, столик, санузел, солнечные батареи. Но нет фундамента. Дело в том, что мужчина построил себе дом посреди реки. И в основе его более 20 бочек, которые удерживают дом на плаву. На строительство ушло немногим более двух недель. И теперь мужчина наслаждается жизнью на природе. Он спокойно принимает гостей, для чего нужно ненадолго вернуться на большую землю. А помогает в этом весла. Кстати, у этого дома есть еще один особенно интересный бонус. Если надоедают виды реки, то запросто можно доплыть до пляжа и искупаться в Черном море. Как провести летнее время с пользой? Своими идеями на этот счет мы попросили поделиться гамильчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно практически незатратных финансово видов времяпрепровождения. Было бы желание. Меня зовут Кристина, мне 18 лет. Учусь в ГГУ имени Франциска Скорина. В 2006 году увидела чемпионат мира по волейболу среди женщин. Финал Бразилия-Россия. И поняла для себя, что это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Волейбол полезен только в том случае, если им заниматься непрофессионально. Потому что любой профессиональный вид спорта, я думаю, любой спортсмен согласится, что это не просто для здоровья делается, а это скорее какие-то гладиаторские бои. Поэтому волейболом нужно заниматься только в свое удовольствие. Ну, если просто хочется поиграть. В свое удовольствие на пляже, допустим. Действительно полезно на песке попрыгать, потому что это минус лишний вес, так скажем. Плюс тонус будет для всего тела, как минимум. В Гомеле есть множество, абсолютно огромное количество секций. Это школы, волейбольные классы, как это было в моем случае. То есть с 5 по 9 класс я была в волейбольном классе. Также на пляже, пожалуйста, на любой гомельский открытый пляж. Если прийти, можно увидеть висящую сетку, через которую не проблема поиграть. Как всегда, Новый день с вами встречали утренний фрэш и я, его ведущий Павел Михно. Какой бы ни была погода за окном, пусть в душе всегда царит спокойствие и радость. Редактор субтитров А.Семкин